Всем привет! Если сейчас я начал говорить очень громко, не обращайте внимания, я стараюсь сделать так, чтобы вам было меня слышно, потому что у меня нет микрофона, а вот тут вот находится дорога. Сейчас это главная аллея парка. Вот тут вот идет улица Ленина. Вот там начало, там конец, или наоборот, не знаю, как правильно. Вот это вот улица Горького. Вот оттуда, где вот там вот знак, до вот того места, где улица Рождественская, проходит этот парк. Ну и в глубину он идет до моста. Это один из входов. Ну, мне кажется, это главный вход, потому что тут вход очень широкий. Ну вот я стою примерно посередине. Вот, можете его оценить. Вот, относительно меня стоит велосипед. Он, наверное, как 20-30 велосипедов в длину. Вот. Кроме этого, тут есть другие входы. Вот там вот находится еще один вход, но он очень, мне кажется, мало используем, потому что он выходит прямо на дорогу, и с того входа уже никуда не уйти. Тут при входе стоит памятник Трашутину Ивану Яковлевичу. Надеюсь, тут можно ходить, потому что я хочу вам показать табличку. Так, памятник Трашутина. Возвращаемся обратно. Кроме того, тут недавно открыли новое кафе, новый этот, как он называется, ночной клуб. Южный Носорог. Раньше тут было другое кафе. Вот. Сейчас пройдемся по главной аллее до фонтана. Вот такой вот парк в ширину, примерно в обе стороны. Недавно тут сделали ремонт, ну вот буквально, наверное, осенью этого года закончили. Кроме этого, у нас тут есть большой фонтан, но он последний раз, говорят, работал где-то в 80-х, в 90-х годах. Так что даже я, рожденный в 2000-х, никогда не застал его работающим. Тут уже все достаточно сильно облезло. Хотя, судя по всему, его недавно красили, потому что я снимал в этом парке видео года 3-4 назад. Вот тут еще был синий цвет, так что его, значит, недавно красили. Вот. Сюда, кстати, можно залезть. В этом нет ничего запрещенного, потому что фонтан не работает уже лет 30. Вот. Вот там мы зашли. Туда еще идет один выход. И туда продолжается эта главная аллея. Тут, кстати, достаточно много голубей. Если их кормить, то... Если их начать кормить, то слетится еще больше. Вот. Сейчас проедем до конца по главной аллее вот туда. И потом пойдем в стороны. Посмотрим все детские площадки, которые тут есть. Мы проехали парк насквозь. Он очень небольшой. Вот это вот главная аллея. Тут травка растет. Тут кустики по бокам. Очень красиво. Раньше тут везде был глухой лес. И там было несколько заброшенных зданий. Тут недавно проложили асфальтовую дорогу. И вот этот черный забор, который сейчас у нас есть вокруг всего парка, о котором я говорил. Забор достаточно красивый. Но он создан больше, наверное, для красоты, чем для охраны. Потому что его перелезть очень легко. И если вам меньше 10 лет, то вы даже сквозь него легко пролезете. Вот. Вообще сделали тут все очень красиво. Мне тут все стало очень нравится. Вокруг этих заброшенных маленьких зданий построили, вырубили лес и сделали везде асфальт. Тут сделали футбольное поле. И тут находится, если я не ошибаюсь, это какая-то школа параплани... Школа, в которой летает на парапланах. Вот. Сейчас доедем до туда. Точнее даже дойдем, потому что тут недалеко. И я покажу, что у нас находится там. Вот дуплер главной аллеи парка. Тут раньше... Точнее, тут зимой прокат лыж, коньков. И раньше тут были всякие батуты и машинки четырехколесные, на которых можно было кататься. Причем я таких мало где встречал. Не электрическая, а именно педальная. Типа велосипед, только на четырех колесах и очень низкий. Вообще было очень прикольно. Но сейчас, я так понимаю, они обанкротились. Хотя, может быть, коньки зимой они еще дают в аренду и вот тут заливают каток. И раньше вот эта вот площадочка была платной. Сейчас ее сделали бесплатной. Вот. Это школа. Какая-то самолетная она, что ли. Точнее, дополнительная какая-то образовательная школа. Я даже не знаю, что там делают. Вот. Начали снимать мы вот оттуда. Там маленький такой этот, беседка. И там мы начали снимать это видео. Сейчас покажу, что тут есть на площадке. И там вторая такая же. Вот так вот лица. Такая же аллейка. Пойдем потом туда. Вот эта площадочка, которая раньше была платной. Если я не ошибаюсь, день... Ну, провести день на этой площадке стоило 20 или 30 рублей. Вот там вот раньше можно было на этих машинках самых кататься. И там мы катались еще на роликах. И много на всем. Раньше вообще это место было популярно. Но сейчас его закрыли. Я так понимаю, оно обанкротилось. И сюда же на эту площадку добавили вот много всего. И тут еще тоже добавили несколько штучек. Вот тут, где зеленые, раньше был асфальт. И несколько лет, года 2-3, наверное, тут были аттракционы. Типа бассейн, где можно на лебедях плавать. Ну и всякие вот такие платные, которые есть обычно в разных парках. Но было мало народу, и они достаточно быстро закрылись. Вот. Что тут сейчас не знаю, потому что тут, кстати, вышел мужчина. Так что я думаю, может, они еще и не обанкротились. Вот. Такая вот тут площадочка. Раньше тут еще была такая штучечка железная. Я не знаю, как она называлась. Еще была такая же тут. Но она очень давно уже закрылась. А в этой я даже недавно, года 4 назад, делал фото осенней. Вот. Вот там те беседки, которые я показывал с той стороны. И вот там находится лес. Достаточно небольшой. Его можно за минуту, за две пешком полностью пройти в обе стороны. И тут уже дома. Ну вот тут вот двойной забор, получается. Это забор самого парка и забор вот этого места, где раньше платные коньки были. Ну, с этой стороны я вам парк уже, можно сказать, досконально показал. Так что туда мы не пойдем. Там обычный лесок. Вы его видели, когда я снимал видео о планах на сегодня. Сейчас мы пойдем в ту сторону. Потом я покажу вот тот выход из парка. И поедем по нашему маршруту. Вот вторая дублирующая аллейка. Я отъехал примерно на середину. Вот там находится главное. И вот там то место, где мы были. Вот школу можете увидеть. Вот тут первая площадочка. Тут, кстати, достаточно интересно. Тут мини-площадочка. Там большая площадочка. Трехэтажные качельки. И там сзади находится еще такая штучка. Сейчас я постараюсь приблизить. А он меня, значит, не приближает на видео. Ну, тогда... Ладно. Не хочу до туда ехать. Потому что мамочки с детьми. И чтобы они не мешали. Потому что они громко говорят, как мешать видео. Там вот такая вот веревочная штучка. Вот она. И по ней можно лазать. Достаточно прикольно. Сейчас мы проедем вот на ту площадочку. Я покажу, что находится там. Тот выход из парка. И уже, наконец-то, поедем по маршруту. Кстати, после ремонта парка тут сделали достаточно хорошую уборочку. Собрали листья и все дела. Но мешки мусорные у нас достаточно долго не вывозят. Как это, мне кажется, бывает во всей России. Так что я не знаю, сколько они тут так простоят. Вот. Как-то так. У меня в моих видео так часто всплывает тема мусора. Ну, потому что Челябинск достаточно грязный город. Хотя вот этой весной у нас как-то стало гораздо чище. Везде стали делать уборку и все дела. Вот. Как-то так. Ну все, идем туда. И вот мы подъехали к последнему месту в нашем парке. Я только сейчас понял, что все это время снимал в книжной ориентации, а не в альбомной. Точнее, в вертикальной, а не в горизонтальной. И это видео на YouTube, наверное, будет не очень комфортно смотреть. Как-то мне только сейчас это пришло в голову. Я не знаю, если я сейчас поверну, то у вас же видео тоже повернется. Так что я, наверное, тогда придется продолжить все время снимать в книжной ориентации. Хотя это очень неудобно будет смотреть, как мне кажется. Да уж. Я, конечно, гений съемки. Вот там, кстати, есть белая фигурка. Их раньше было очень много. А сейчас осталась вот одна та белая каменная и одна деревянная баба-яга рядом с ней. Но ее не видно. Вот фонтан, от которого мы начали видео. Вот там находится памятник. Вот последняя площадочка, которую я хотел показать. Тут, кстати, урны по-другому выглядят. И скамеечки по-другому выглядят. Так что это тоже достаточно необычно. Тут рядом с парком достаточно большой дом. Мне кажется, в таком доме жить прикольно, потому что у тебя прям под окнами парк. Птички поют и все дела. Вот. И хотел последнее, что показать в парке. Это вот эту вот штучку. Не знаю, как она называется, потому что я до этого никогда таких не встречал. Это типа кораблик. Ты туда заходишь. Вот за это кольцо раскачиваешься. И вот так вот в нем качаешься. Достаточно интересно. Потому что я раньше таких никогда не встречал. Прикольная вещь. Вот мы с сестрой уже покачались. Ну и вот эти многие, наверное, видели. Это типа спорт, уличный спорт. Площадки для уличного спорта. Там всякие поднимания себя, закручивания и все такое. О, кстати, солнышко вышло. Вот. Ну все. Едем к последнему входу в парк, где я покажу танк. И мы уже поедем на наше место отправки. Ну и вот, наконец-то, последнее включение из парка Терешевой. Потому что он вам уже, наверное, надоел. Но мне хотелось его очень досконально показать. Вот там находится главный вход. Мы сейчас с самого края парка. Вот. Раньше тут был вот такой вот маленький заборчик. И, видимо, в тех местах, где его не было, поставили вот такой вот большой красивый забор. Но он реально гораздо круче выглядит. И там резные элементы находятся. И много всего другого. Еще хотел показать момент. Надеюсь, мой велосипед никто не заберет. По парку стало очень много вот таких вот маленьких дорожек, потому что их раньше не было. И тут был просто лес, и все ходили через лес, где хотели. А сейчас тут везде асфальт. Это очень круто. И последнее, что я хотел показать, это танк с надписью «Уральцам вам, чьи руки золотые». Гавали здесь победу над врагом. Потому что вот тут у нас начинается сразу за парком завод ЧТЗ, Челябинский тракторный завод, на котором во время войны изготавливали танки. И поэтому недалеко от него поставлен вот этот памятник. Продолжение следует... Продолжение следует...